Немногим больше месяца остается до всекузбасского торжества 70-летия Кемеровской области. Как человек подводит итог прожитых лет, так муниципалитеты всех городов и районов подводят итоги свершенных добрых дел, строят планы на будущее. В течение всех последних лет мы входим в число самых динамично развивающихся регионов. Открываем современные угольные предприятия, строим дороги, жилье, школы, дворцы спорта, стадионы. А система социальной защиты населения признана одной из лучших в Российской Федерации. Меры социальной поддержки организованы в Ленинск-Кузнецком районе на должном уровне. Среди 19 награжденных сегодня глава самодостаточного в финансовом плане и наиболее социально ориентированного сельского поселения Подгорновского Алексей Окольников. Ему вручена медаль за особый вклад в развитие Кузбасса и премия 10 тысяч рублей. Медали к 70-летию Кузбасса удостоены заслуженные люди района, его ровесники, а также сельчане, внесшие наибольший вклад в жизнь и сельхозпроизводство своей малой родины. Это и Виктор Высоцкий, всю жизнь посвятивший школе, и Алевтина Петрова. Она до сей поры работает медицинской сестрой в Красненском ФАПе. Механизатор, всю жизнь механизатор, комбайн, трактор. 47 лет, трудовосу даже. Сколько Вам лет было, когда Вы пришли работать? Работать пошли, да. А, пожалуй, лет 13. Так рано? Да. Но официально пошел в 1953 году. Наверное, с папой работать получили? Нет, нет. Папка осталась в 1944 году. Все присутствовавшие в зале, а это 133 ветерана и нынешние работники села, получили денежные премии. Почетный гость торжественного приема, начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Галина Астертак, отметила, за 70 лет воспитано три поколения кузбассовцев, и биография каждого неотделима от биографии своей малой родины.